Всем привет! С вами Ксюша! В этом видео я вам покажу, как ровно состыковать декоративную штукатурку с обоями. Я уже приклеила два вида обоев. Одни обычные флизелиновые, вторые под покраску. Первым делом необходимо проклеить широкой малярной лентой тот край обоев, который мы не хотим запачкать. Приклеили малярный скотч. Далее беру серую краску, которой окрашивала обои и при помощи кисточки наношу на стык с малярным скотчем. Таким образом краска затекает под малярный скотч и заполняет все микротрещины. С обоями под покраску закончили. Здесь все просто. Главное использовать краску, которой вы окрашивали эти обои. Во всех остальных случаях легче применить акриловый прозрачный лак. Так же, как и краской, начинаю прокрашивать лаком, чтобы он затек под малярный скотч и заполнил все микротрещины. Со стыками закончили. Дадим им полностью высохнуть. Далее нанесем в грунтовку под шелковую штукатурку. Это будет водоэмульсионная краска, отколированная в близкий цвет к шелку. Наносить буду эту краску валиком с коротким ворсом, велюровым. Закончили окрашивать поверхность. Теперь дадим водоэмульсионной краске высохнуть в течение двух часов. Краска полностью высохла. Далее на нее при помощи валика буду наносить шелковую штукатурку. Материал у меня торговой марки Винсент. Называется Декором Стукка Мультифет база Перле. Она достаточно густая и хорошо держит форму. Наношу ее разнонаправленными движениями, делая полукруглые движения валиком. Наносить достаточно легко и просто. Главное, чтобы движения не повторялись. Набирайте на валик достаточное количество штукатурки, чтобы ее можно было по поверхности легко разгонять. Таким образом заполнили всю поверхность. Сейчас необходимо снять малярный скотч и дождаться полного высыхания штукатурки. Аккуратно снимаем малярный скотч, чтобы нигде не подрывалась штукатурка. Первый скотч оторвала. Смотрите, какой получился ровный стык. Приступаю ко второй части. И получаем здесь точно такой же ровный стык. Малярку сняли. Теперь ждем полного высыхания поверхности. Прошло несколько часов, штукатурка полностью высохла. Теперь берем металлическую кельму и подглаживаем все верхушки. Они от этого начнут блестеть. Малярку сняли. Закончили нанесение. Далее я вам поближе покажу, что у нас получилось. Видео получилось информативным. Показана и техника нанесения декоративной штукатурки, и вариант ее состыковки с обоями. Соединение получилось аккуратным, без наплывов и заметных неровностей. Такой метод подходит не только для состыковки декоративной штукатурки с обоями, но и нескольких цветов краски между собой. Он просто и эффективен. Декоративная штукатурка с эффектом шелка в такой технике нанесения мне нравится. Это суперлегкий способ работы с этим непростым нанесением материалом. Накатать его с помощью валика и подгладить верхушки кельмы сможет каждый. Я подробно показала, как это делается. Тут главное прокрасить основу в близкий цвет декоративному шелку. Это обязательный и очень важный этап. Сама декоративная штукатурка смотрится интересно. Это отличный вариант для декора стен в гостиной или спальне. Фактура очень спокойная и мягкая. Узоры, оставленные валиком, слегка переливаются в лучах света, придавая шелку выразительность и объем. В зависимости от угла обзора рисунок смотрится по-разному. Декоративный шелк – это очень изящный отделочный материал. Камера не может передать всю его красоту и богатство. Хорошо, если мы сейчас видим половину от реального результата. Полутона и мягкий глянец, который этот материал получил в свою популярность, можно оценить только вживую. Но даже на видео декоративный шелк смотрится здорово. В дальнейшем обязательно будут видео с использованием шелка и его комбинацией с другими декоративными материалами. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Это лучшая помощь развитию моего творчества. Удачи вам и здоровья!